В России любят Францию за вино, за хорошую кухню, за красивых женщин и за лазурный берег. С недавних пор стали любить и за автомобили, правда за бюджетные, которые производятся в России. А вот что касается машин среднего класса, таких, например, как Renault Laguna, Citroën C5 предыдущего поколения или Peugeot 607, то тут всегда ощущалось какое-то недоверие. Особенно чурались 607, в том числе и потому, что машина вышла долгожителем. C5 уже сменил поколение, вместо Renault Laguna стал приходить Renault Latitude, а вот Peugeot 607 только-только сходил со сцены, но сошел. Вышел в тираж и младший братишка Peugeot 407, и вместо них, двоих, появилась одна машина, Peugeot 508. То, что связывают французы с этой машиной, можно назвать сверхнадеждой. Сверхзадача, особенно применима к российскому рынку. Они не просто хотят доказать свою конкурентноспособность на фоне конкурентов из Германии или Японии, но и серьезно переломить рынок, оторвать серьезный кусок от него. Среди конкурентов французы видят Ford Mondeo, Honda Accord, соплатформенный и единоутробный с ним Citroën C5, в какой-то степени Ниссан Тиану и Тойоту Камри. Но самое интересное, что они готовы отдавить пятки законодателю жанра. Безусловные точки отсчета, эталону, Фольксвагену, Пассат. А что, неплохой ориентир для оценки новинки. «Пежо 508». Объем двигателя 2,2 литра. Мощность 204 лошадиные силы. Крутящий момент 450 ньютон-метров. Максимальная скорость 234 км в час. Разгон до сотни 8,2 секунды. Расход топлива 5,7 литра на сотню. Фольксваген Пассат. Объем двигателя 2 литра. Мощность 210 лошадиных сил. Крутящий момент 280 ньютон-метров. Максимальная скорость 236 км в час. Разгон до сотни 7,6 секунды. Расход топлива 7,7 литра на сотню. Багажник 508-го – один из самых больших в классе. Если не хватит его объема, то можно сложить задние сидения. Причем пропорционально – один к двум. Обратите внимание на проем. Он довольно большой. Сюда удобно грузить плоские, но объемные предметы. Например, чемоданы. А вот квадратные коробки уже влезут с трудом. Вот этого расстояния не хватит. С другой стороны, это бич всех современных автомобилей. Багажник Passat тоже не разочарует своими поистине рекордными размерами. Но проем здесь все-таки поменьше, чем на Peugeot. И грузить сюда вещи будет не так удобно. Сидения, впрочем, здесь тоже складываются в той же пропорции. Попробую присесть и обнаружить для себя то, что, в общем, не надо доказывать. Машина продумана, продумана на все 100, поэтому ее и считают эталонной. Так что сидеть сзади удобно будет даже родственным людям. Головой потолок не бьешься достаточно запасно, несмотря на внешнюю покату и крышу. Не бьешься головой, а в дверной проем, когда залезаешь внутрь. Да и места в коленях хватает, да впереди стоящего сиденья, отстроенного под меня же, под мой рост, метр восемьдесят один. И не просто места хватает, сидеть просторно, как в лимузине. Можно откинуться, можно вытянуть даже вперед ноги. Визуально кажется, что 508-я чуть побольше. У нее чуть длиннее задние двери, соответственно, места сзади тоже должно быть больше. Но это обман зрения. 508-я сзади чуть тесней пассата. Но уютнее. А что касается низкой крыши, то, чтобы компенсировать этот дизайнерский изыск, здесь сделана специальная ниша, куда рослый пассажир может легко поместить свою голову и не биться об потолок. Что касается дверных проемов, то они довольно высокие. Как ни странно, и садишься, когда никаких проблем не испытываешь. Но я могу порадоваться за чью-то тещу, которой здесь будет тепло и комфортно. Сейчас меня больше интересует, как смогу устроиться я. Причем не на заднем диване, а за рулем новинки. В дорогих комплектациях Peugeot 508 открывается без ключа и запускается кнопкой старт-стоп. Ключ лежит в кармане. Позволю себе это сделать на улице не май месяц. Но независимо от комплектации, даже в самый дешевый, все равно коробка-автомат безальтернативна. Это в Европе, во Франции, в Германии предлагаются 508-е с механической коробкой. В России, уверены французы, люди, которые покупают такие автомобили, педалью сцепления уже не пользуются. Избалованы. Не знаю. Может быть. Материалы. Тоже, в общем, на человека, который привык уже к хорошему. Они качественные, приятные на ощупь. Ну и очень приятно, что даже усилия на кнопочках рассчитаны так, что человек чувствует. К клиенту относятся с уважением. Приятно радуют всякие мелочи. Опять же, удел дорогих комплектаций – это массаж кресел и вот такие вот дисплеи, словно взятые со сверхзвуковых истребителей, на которые проецируются показания приборов. Впрочем, как все это работает, я думаю, лучше посмотреть уже в движении. Хочется ехать. 508-я, несмотря на свои габариты, относится к тем автомобилям, что сел и поехал. Понимаешь, где машина начинается, где машина заканчивает, очень хорошо чувствуется радиус поворота. Есть один нюанс, но о нем позже. А так, разве что зеркала боковые хотелось бы иметь, пусть, может быть, несколько менее вычурные по форме, но зато большие по площади. Нужно будет немножко приноровиться и к инструментарию. Ну, во-первых, нужно будет запомнить, что означают те маленькие стрелочные приборы, которые находятся между спидометром и тахометром. Своеобразная комбинация. Ну и кроме того, нужно помнить о том, что часть кнопок управления климатом и магнитолой вынесена на центральную панель, а контроллер, который управляет всей мультимедией, находится позади селектора коробки передач. Пользоваться, в принципе, этим контроллером удобно, и принцип ничем не отличается от того, что мы встречаем в Мерседесах, в Ауди или в основоположнике этого жанра в BMW с его системой iDrive. Немножко тренировок вы сможете даже на ощупь переключаться, например, с навигацией на радио или на мультимедиу. Но тем, кто выберет самые дешевые версии Peugeot 508, это не грозит, поскольку ни навигации, ни мультимедиа там нет. И, в принципе, французы как раз и делают упор на опции, потому что цена разнится в два раза. От пустой машины до полностью упакованной версии GT, на которой, собственно говоря, мы и едем. Тут есть все, что можно себе представить в автомобиле такого класса, и даже больше того. Повторюсь, есть даже массажер. Но чего здесь нет, так это того самого GT. Нет ощущения тех самых двух волшебных букв, которые написаны у нас на радиаторной решетке, потому что руль очень легкий. Машинка откликается на педаль газа с небольшим запаздыванием. Это очень комфортный автомобиль для спокойной, размеренной езды. Шумоизоляция в 508 превосходна. Это лишний раз подчеркивает ее качество комфортного, комфортабельного автомобиля. И поэтому шума двигателя не слышно совсем. Но, кстати, не слышно и шума шин. Нет и эргономических шумов, и ты один пребываешь среди вот этого легкого французского шарма, который, оказывается, может быть еще и функциональный. О дизелях. На мой взгляд, это очень важное преимущество для Peugeot по сравнению с тем же Passat, потому что Volkswagen не предлагает дизельных моторов. С другой стороны, в гамме того же Volkswagen есть гораздо более мощные бензиновые моторы, которые куда больше соответствуют стилю GT, чем тот турбодизель, который находится у нас под капотом. Потому что 206 лошадиных сил сегодня этим уже никого не удивишь, никого не напугаешь. А вот подвеской Peugeot, как всегда, можно удивить кого угодно. Она очень плотная, энергоемкая. Она позволяет буквально лететь над нашими полуоткрытыми колодцами, ямами, трещинами, перескакивать через лежачие полицейские, не сбрасывая газа. Volkswagen Passat наверное, самый скучный автомобиль в мире после Toyota Camry. Он скучный, потому что он очень правильный. В нем правильно абсолютно все. Как в отличнике. Он застегнут на все пуговицы, он никогда не пасует, он может ответить на любой вопрос, и он никогда не допустит, чтобы над ним смеялись. Потому что он сам никогда не смеется. Его приборы скомпонованы идеально. Кнопок на панели ровно столько, сколько нужно. И все они сгруппированы по смыслу, следуя четко единственной возможной логике. Мультимедия, магнитолы радио и климат-контроль. И никаких тебе глупостей, вроде контроллеров, джогов и прочей этой хай-течной ерунды. Все понятно, все доступно для понимания каждому человеку, который даже первый раз это видел. Качество материалов ничуть не хуже, чем в Пежо, но и не лучше. Материалы, кстати, очень похожи. Правда, в Фольксвагене немножко больше металла. Поэтому интерьер немножко холоднее, немножко строже. Да и вся машина, в общем, такая, более казенная. Вместе с тем, ничто не мешает Фольксвагене настроиться на деловой лад. Здесь тоже очень неплохая шумоизоляция. Здесь в меру жесткая и в меру длинноходная подвеска. Правда, на мой взгляд, она немножко подробнее, чем в Пежо, передает все то, что творится у автомобиля под колесами. И что в Фольксвагене, наверное, все-таки мне больше нравится, это рулевое. Здесь руль потяжелее и он гораздо более информативный. Вся эта выхлочная атмосфера создает ощущение некой казенщины. И, подводя итог, позволю себе такую легкую аллегорию. Вот когда ты с утра садишься в Пежо 508, для тебя это все еще продолжение твоего дома. А когда ты с утра садишься в Фольксваген Пассад, это уже начало твоего офиса. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok